Наша Татьяна Васильевна, я вас не перебивал, вы проснулись? Я констатирую, я не перебиваю. Констатирую, не перебивайте. Спокойной ночи. И что касается нашей совместной работы, то за счет дополнительных средств, которые мы совместно с Украфтодором и совместно с Эльдом Афтономичным Городовым. Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, нужно относиться к людям так, как относятся к вам. Я вам не хормию до тех пор, пока вы не перешли на личности. Пожалуйста, меня не перебивайте. Татьяна Васильевна, я хочу сказать, что Огульных, обладает администрацию, в отсутствии конструктива, Татьяна Васильевна, вам как депутата, который далеко не во всех вопросах разбирается, неприпустимо. Поэтому я хочу еще раз вам сказать, что нашей совместной деятельностью мы дополнительно для Николая выделили. Дополнительно финансовый ресурс. На текущий ремонт дорог 100 миллионов. На содержание 23 миллиона. Согласовали с Украфтодором, с Министерством, с Комитетом, таможенный эксперимент. Получили 204 миллиона дополнительно. Теперь по вопросу по облтеху. Значит, 23 февраля 2017 года решение областного совета заносит согласие на передачу целостного майного комплекса в городскую громаду. Что сделано за этот период? К сожалению, городской совет не сразу принял аналогичное решение. Мы, со своей стороны, облдержадминистрация, неоднократно проводили совещания, на которых выработали алгоритмы наших действий, чтобы переход был безболезненный. А именно, предусмотрели механизм, который позволит только поменять властник. И это давало возможность в свое время наготовиться к областному сезону. На сегодняшний день принято решением городским советом и решением исполкового городского совета создана комиссия по приему и передаче целостного имущественного комплекса. Дану поручение УКП «Облтеплоэнерго» до 25 октября провести инвентаризацию. Рассчитываем, что 1 ноября, до 1 ноября будут подписаны акты приема передачи. Все эти решения, еще раз хочу сказать, что были отработаны так, чтобы не повлияло на процесс а. переходного периода, б. на начало отопительного сезона. А именно, ни один человек не будет уволен ни по переводу, ни по собственному желанию. Это касается и руководства УКП «Облтеплоэнерго». Все работают в штатном резюме. Та субвенция, первая, которая была выделена в сумме 10 миллионов, погашена задолженность по заработной плате, включая август. Следующая субвенция в сумме 10 миллионов будет погашена задолженность по заработной плате сентября и частично активы. Что касается подготовки на сегодняшний день. Подготовка «Облтепло» закончена. Сегодня должны закончить работы на проспекте «Героев Украины», там, где грузовик сделал теплотрассу. Я туда уезжал вчера, работы на стадии завершения. Значит, после голосования с главой УКП «Облтеплоэнерго» я вчера на областном штабе дал команду городу подготовить проект решения исполкома по начале отопительного сезона с 13-го числа. Что это означает? Это означает, что с 13-го числа при необходимости лечебное учреждение, школьное и дошкольное, могут дать заявку и там, где есть техническая возможность получить тепловую энергию. Это касается 36 котельных из 104 «Облтеплоэнерго». Также хочу сообщить на сегодняшний день, опять же, по команде «Облтеплоэнерго» «Облтеплоэнерго» распломбировало уже 39 котельных, и в первую очередь эти 36, которые работают на социальную сферу, и за три дня, без выходных, закончат работу по распломбировке. Также хочу проинформировать, что на сегодняшний день «Облтеплоэнерго» и «Николаевская ТЭЦ» это два предприятия, которые оказывают услуги по подаче сплавоэнергии горожанам 98%, имеют договора, имеют номинации, так называемые большие лимиты. Что касается дальнейшего прохождения отопительного сезона, смена собственника, еще раз хочу сказать, не повлияет на начало отопительного сезона. Я по поручению главы ВОДА провел рабочее совещание с полагающим обязанности городского главы Казаковой Татьяной Викторовной. Мы, в принципе, определили направление по доктору дальнейшего года в этот город. Хочу вам сказать, что пока у меня, как и профильного зама, а по сей день, именно в части начала отопительного сезона «Облтеплоэнерго» нет. Коротко у меня все готов ответить на вопросы. Тякую, Соня, Клай, Раджия.